Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, это продолжение нашей карьеры за канал. Итак, сегодняшний выпуск, наверное, получится самым большим за всю историю карьеры за канал, потому что сейчас у нас вот все матчи, пока что какие есть в феврале, сейчас еще, скорее всего, должны нам добавить 1-8 Кубка Англии куда-нибудь сюда, так что пока что у нас на ваших экранах 7 матчей, но если все-таки добавят, может быть и 8. Так что, скорее всего, его и добавят, там сейчас идет, давайте на данный момент всю историю покажу. Да, в прошлом вспомнил, что не записалось последних 3 матча, но давайте. Против Чарлитона мы сыграли ничью дома 1-1, Барнслим выиграли 1-0 и Транмери вынесли с счетом 4-0. Это было ожидаемо, что такой легкий соперник нам попался, так что мы его и обыграли. Пока что нам соперник, как вы видите, неизвестен по Кубку Англии. Давайте на данный момент посмотрим ситуацию в лиге. Сейчас у нас будет 30-й тур, Кардиф сыграл свой тур, мы сейчас сможем его обгонять. Максимум это будет у нас 2 очка лидерства над Кардифом, если мы выиграем, конечно. Мы сейчас идем на 8-й строчке, до первой всего лишь 12 очков, это 4 победы, но вряд ли они нам помогут. Мы идем дальше, вот Кубок Англии здесь, как я уже говорил в прошлом ролике, в котором не записался эта часть. Эвертон против Булверхэмптона переигрывают, Лестер против МЮ и Вигган против Оксфорда. Кубок Арабао здесь у нас уже финал, скоро будет 1 марта, Ливерпуль против Тоттенхэма. Здесь это повышение плей-офф, пока что никто сюда, это предсезонный турнир, суперкубок увидели, Ливерпуль, Челси. Ну и также пары, не знаю, показывал я вам или нет, но еще раз, почему бы не показать. Ну и также 1-16 лиги Европы, Галатасрай Копенгаген, Зальцбург Сантитен, Динамо Киев Рома, Базель Порто, ПСВ Булверхэмптон, Селтик Мью, Фейнор Челси, Азеба Руссия, Андерлехт Хетафи, ЦСКА Лейпциг, Динамо Загри Франкфурт, Бешикташ Лацио, Гладбах Олимпиакос, Арсенал Спортинг, Байер Севиле, Вольсбург Эспаньол. Ну что же, вот такие вот пока что результаты, сейчас мы играем, давайте посмотрим на наше расписание. Я сыграю Сонси первым составом, потому что, надеюсь, вот в эту нам как раз ничего не поставят, никакую переигровку, ну то есть 1-8 кубка Англии, где-нибудь вот в этих, наверное, числах, 16-го, вот, где-нибудь сюда бы поставили, было бы замечательно, но не вот сюда. Сонси я выйду первым составом, сейчас мы посмотрим, Сонси идет там низко, кстати, да, на 14-й строчке, 36 очков у них, нам надо выигрывать, чтобы, во-первых, набирать очки, потому что сейчас все так же у нас есть лидерство над Кардифом, ну и если мы наберем, у нас будет, мы сейчас в одном очке просто встаем от зоны именно стыковых, где мидлсбург сейчас находит, а вот будем надеяться, если они сыграют там в ничью или проиграют, у нас будет все равно какой-нибудь запас очков. Смотрим быстро по составам, так, ну здесь пока что я смотрю, Буренков, мол, может попасть в первый состав, если, конечно, обгонит, ну, станет 70-м, тогда он действительно обгонит Петракова, также и Мишин может обогнать Ефремова, ну, пока что я бы так не сказал, что есть какие-нибудь еще у нас позиции Масаковские еще далеко до меня, но вот, кстати, Скворцов может догнать скоро Козлова, вот, я бы, конечно, качал именно Тимура Жамалединову, очень классный игрок, за него прям приятно играть, ну а мы начинаем. Вот в такой интересной форме с Уонси мы играем первым составом, составы на ваших экранах, поехали. Итак, домашний матч, 30-й тур чемпионшипа, матч против Суонси, они идут сейчас очень низко, хотя, совсем недавно, если я не ошибаюсь, но они действительно играли в премьер-лиге, сейчас вот мы встречаемся с ними, хотя мы сейчас даже намного выше, мы начинаем, поехали. И вот, хороший момент сейчас, и забивает, все-таки забивает Престон на последних минутах первого тайма, с моей голевой, забивает Андрей Козлов, супер, еще и на мне там практически сейчас можно посмотреть, чуть ли не пенальти было, здесь Миламед хорошо отдал стеночку, отыграл вот здесь, я дал передачу, мне сбили, так что если бы Козлов не забил, ну или бы Мяри бы просто остановил, было бы действительно пенальти, ну и прямо между ног забивает Козлов. Козлов, замечательно, 45-я минута, 1-0, 12-й гол Андрея Козлова в чемпионшипе. Отлично, Максим сыграл сейчас на перехвате, Козлов с мячом, отличный пас на Кучаева, и Кучаев делает счет 2-0, 84-я минута, Константин Кучаев забивает 2-0, голевая передача сейчас от Андрея Козлова, ну просто замечательно, все, сейчас у нас сложилось, выиграем еще и Суонси, напряжная прям игра для нас, наверное, потому что все-таки первые выпуски, тяжело раскачаться было, но забивает все-таки, замечательно, еще отдал с левой ноги, хорошо так положил в дальний угол, ну и Кучаев забивает, очень хороший полузащитник у нас, 8-й мяч, у нас нападающие-то столько не забивают, как Константин Кучаев. Уверенная победа Престана над Суонси, 2-0, голы забивали Андрей Козлов с голевой от Андрея Хорева, и Константин Кучаев с голевой от Андрея Козлова, ну и Козлов сейчас должен получать все-таки лучший, да, MVP матч он получает, 9-3, вот посмотрите, 2 удара у нас, 2 в створ, и это 2 гола, вот такая статистика у нас должна, каждый удар у нас должен залетать. Так, в чемпионшипе мы уже не проиграем 11 матчей, это хорошо, так, быстренько поотвечаем, я там увидел, что вроде как Миддлзбро сыграли свой матч в ничью, так, сейчас будем смотреть, что у нас там, и все, друзья, посмотрите на 1 очко, мы сейчас выше, чем Миддлзбро, и мы уже в топ-6, то есть 3-я, 4-я, 5-я, 6-я строчка будут играть за, не понимаю, там как, 2 команды, что ли, или 1 будет 3-я, проходите в стыке, там все такое, и будет бороться за выход в премьер-лигу, то есть 1-я, 2-я строчка, они уже точно попадают, но вот 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, я не знаю, как это будет, но все равно интересно, ясно, что эти 4 команды будут играть в стыках, прокачаем, ну вот Гапонов, Сергей Кривохарченко прокачались, это хорошо. Так, Ярослав здесь говорит, что хотел сыграть в этом матче, ну, извиняй. Опа, там походу стало нам известно сейчас. Отлично, в 1-й восьмой кубка Англии мы играем, это не в этом выпуске будет, это уже хорошо, то есть все у нас, 7 матчей, как мы и говорили, должно быть, Виган Атлетика нас ждет в марте, в марте у нас что-то мало матчей, наверное, здесь еще будет полфинал где-нибудь, если мы выйдем, но Виган мы должны выходить, потому что сейчас у нас с ними игра, сейчас мы глянем на какой они строчки и посмотрим, сколько нам вообще дали за победу, 208 тысяч евро, неплохо, неплохо, пойдет, игра у нас против Виган, дальше не забываем, что у нас игра против Stock City, так что сейчас узнаем, на какой строчке Виган, нам надо обыгрывать Stock, потому что это наши прямые конкуренты, обыграем их, будем уже на пятой строчке, в прошлый раз мы сыграли с ними вроде бы ничего, Виган идет на 12-й строчке, так что я, скорее всего, сейчас буду выпускать второй состав, чтобы он был у меня первый, вот готов к матчу уже со Stock'ом. Ну и, кстати, друзья, Андрей Козлов теперь в гонке бомбардиров на 7-й строчке, на 1-й клич, из лица, которые идут, кстати, на 4-й строчке, ну, 22 забитых мяча, на 10 больше, ну, это прямо очень классно, что такие прям забивные есть у нас конкуренты, ну, мне кажется, все-таки из-за того, что у нас команда сейчас качается, и прям очень хорошая, вот если так посмотреть, действительно, сейчас немного уже осталось, сейчас самый минимальный рейтинг в команде это у Баумгартнера 66, я не считаю там Полину, Юлю, которые у нас просто так сидят, если что, их в аренду можно сдать, так что я буду это пытаться сделать, пока за них предложения не поступают, так что 66 у нас рейтинг Баумгартнера, но он уйдет у нас в следующем сезоне, будем искать других каких-нибудь игроков, подписывать, тем более российских игроков, так что я считаю, что все нормально у нас, именно из-за того, что в начале были такие низкие рейтинги, мы потеряли очки в самом начале, ну, вот остается тут буквально сколько, февраль, март, апрель и май, четыре месяца доиграть, то мы, кажется, можем набрать очки и из топ-6 уже не вылететь, это главное, нам сейчас мы попали, но если обыграем в следующем матче сток, будет все замечательно. Вторым составом я выхожу против Виган Атлетик, Виган Атлетик как-то выиграли Кубок Англии, давно-давно, в году так, в 2013-м вроде, и попали тогда вот в Лигу Европы благодаря этому, так что нам тоже встречаются с Виган Атлетиком в 1-8, нет, в 1-4, да, в 1-4, правильно же я понимаю, что мы 1-8 уже прошли, сейчас что-то надо посмотреть, сбился я немного, сейчас мы будем играть в, да, 1-8, да, у нас, так что мы будем бороться за четвертьфинал с Виганом как раз, но и сейчас посмотрим, вторым составом против них сыграем, стоит или нет играть в втором составе против них, поехали. Итак, у нас очередной матч, 31-й тур чемпионшипа, если я ничего не путаю, мы попали уже в топ-6, и у нас матч против Виган Атлетик, который идет ниже нас, но для нас этот матч определенно важен, потому что это наш будущий соперник по Кубку Англии в 1-8, нам попался Виган Атлетик, это замечательно, что мы еще можем дойти до четвертьфинала, потому что Виган, если мы сегодня обыграем, вторым, то уже шансов у них практически не будет, мы будем играть в полную силу, если даже сегодня не победим, на Кубок Англии я пойму, что надо все-таки против Вигана выпускать первый состав, и вот он, Баумгарднер, и забивает Баумгарднер, как только я сказал, что он самый низкорейтинговый, он решил забить, мы взяли его в аренду, да, нам надо было игрока в полузащиту, это был игрок, который клуб отдавал в аренду, ну и неплохо, в ближний угол еще и рикошетом, так от вратаря, но Баумгарднер классный, действительно игрок, он хороший распасовщик, так что замечательно будет, еще все-таки наш клуб Прессон выйдет в премьер-лигу, будем на это надеяться, забивает третий мяч Христоф Баумгарднер, супер, Скворцов с мячом, и пробить-то можно, какой гол забивает сейчас Скворцов, под жестким прессингом, еще и такой паненкой, можно сказать, дал, потому что вратаря просто перекинул этим ударом, здесь вот хорошо сдержал защитника, и прям под самую перекладину забивает Скворцов, не ожидал, наверное, голкипер, что такой удар пойдет так, ну и здесь, наверное, ошибка все-таки защитника, потому что не смог сдержать, и забиваем 2-0, ведем против Игана вторым составом, это сейчас узнаем шестой гол Романа Скворцова в этом сезоне, ну замечательно, замечательно все у нас идет, и Кривохарченко спасает сейчас главное, и все-таки забивает Виган, Гапонов не смог сейчас накрыть нападающего, ну и Кривохарченко вышел, но здесь не сказать, что его ошибка, здесь Кривохарченко хорошо сыграл, но Гапонов здесь, скорее всего, это его ошибка, что он не смог опередить нападающего Помбо, который забивает шестой мяч, но нас это никак не смущает, что такой вот гол курьезный мы пропустили, Скворцов, и Ярослав, как по бильярдному сейчас он сыграл 3-1, Престон добивает Виган, отлично, хорошо сейчас прям все было сделано, Матвей подработал на Скворцова, Скворцов хорошо так еще накатил Ярославу, и тот левой нерабочей ногой, сейчас посмотрим, да, левой, замечательно, в нижний угол практически гладь, только потрогал мяч земли, и все, даже не поднимался он, мяч очень хорошо прокатил мяч, Ярослав, и 3 мяча уже забивает в чемпионшипе, но вот этот гол прям очень хороший, красивый получился, и Скворцов просто уничтожает, Баумгартнер голевая передача на Романа Скворцова, отлично, 4-1, Престон добивает Виган, и причем этот гол можно сказать имени Баумгартнера, потому что именно он сейчас вот хорошо сыграл, отобрал мяч, побежал, отдал на Скворцова, который еще и так вот риском получить травму, упал, конечно, после этого удара, но он очень классный получился, просто разнос сейчас идет Вигана, так что, скорее всего, мы в четверть финале Кубка Англии, потому что даже в втором составе мы громим Виган, и это седьмой гол Романа Скворцова, поздравляем его с этим, дубль он сегодня забивает, пока что, может быть, и на хитрик пойдет, на Скворцова, Скворцов не жадничает, это дает на Ярослава, и тот бьет, и это 5-1, 5-1 дубль Романа Скворцова, дубль Ярослава Вяткина, отлично, сейчас играют игроки, также Баумгартнер является автором одного забитого мяча сейчас, хоть он очень не устал, я даже не знаю, стоит ли нет его менять, давайте, да, поменяем, он хорошо отыграл, ну, Ярослав забивает четвертый мяч, поздравляем его с этим, остается играть 15 минут, у нас победа 5-1, крупная победа на выезде на Двиганом 5-1, так что, скорее всего, мы даже в четверть финале уже Кубка Англии, потому что сыграем с ними практически там через месяц, в начале марта, но Скворцов забил дубль, забил дубль Вяткин, но Скворцов становится игроком матча, у нас, посмотрите, 8 ударов, 5 в створ, и все залетели, что в створ были, это хорошо, Галкипер вообще, значит, сейвов не сделал, 8 ударов там либо накрывали, либо молоко было, не проигрывает уже 12 матчей, это замечательно, без трудностей, скажем, и все. Мы сейчас сделали небольшой такой отрыв, теперь, посмотрите, Мидлзбро, которые были на шестой строчке, они сыграли там матч в ничью свой, так что потеря для них очков, у нас сейчас лидерство в 2 очка над Кардифом, и отставание тоже в 2 очка от стока, но если мы сейчас победим, будем уже на пятой строчке, нам это в большой плюс, давайте поставим новые тренировки, например, Тимур Жамалединов будет у нас качаться, немного ему до 70 не хватает, Ефремов, давайте его покачаем. Так, здесь кого? Баумгартнера я не буду качать, потому что он арендованный игрок, давайте Ярослава покачаем. Вот, что по защите у нас, Полина, нет, наверное, Гапонова мы будем продолжать качать. Ну и во вратарях здесь тоже надо. Во фланговых-то у меня все нормально, здесь хорошие прям игроки, можно, конечно, всех до 70 там докачать, давайте Трушечкино тогда попробуем. Пусть у нас все игроки будем качать 70+, чтобы были, и после этого там уже смотреть, потому что, ну, действительно круто будет, когда все игроки под 70 будет у нас, будет замечательно. Задачи какие-то там не выполняются, говорят, развитие молодежи, нам говорят, это низкий же, качество низкое, здесь мы сделали домашний успех избежать вылета, так мы еще и сейчас поднимемся, это вообще замечательно будет, и сдерживать на 15%, я не могу ничего сейчас сдерживать, потому что у меня просят, наоборот, повышение всей зарплаты. Итак, у меня сейчас игра со стоком. Первый состав у меня к ним готов, через пару дней еще и игра против Милуэлла. Против Милуэлла, скорее всего, мы выпустим второй состав, сейчас узнаем, где идет Милуэлл, он не на первых позициях, значит, вот он на 17-й строчке, все замечательно, сыграем вторым составом против них. Сейчас сток наш соперник, идут они сейчас на 5-й строчке, нам надо их обыгрывать. Спасибо, ребята, мы будем с вами с вами поговорить. Так, быстренько поотвечаем. Все замечательно. Мы готовы, игроки, а сток, надеюсь, тоже к борьбе. Ну и так, если посмотреть, никто там сильно не прокачался, никого менять не надо. Все. Первый состав у нас выходит, матч против стока, он выездной. Мы играем первым составом, сток, сити, эфси, стадион. Поехали. Итак, замечательный стадион, замечательный вечер в Англии. У нас матч против сток, сити, который сегодня может и решить, кто все-таки будет играть на 5-й строчке, кто будет играть на 6-й. Борьба между командами с близлежащих строчек, сток, сити, это хороший клуб, в прошлом сезоне они вылетели в чемпионшип, ну и будут бороться в этом сезоне. К сожалению, да, такой был пункт ВКонтакте у Джордана Шакири, что если вылетать будет сток, то он должен продать Шакири в сток, сити. И вот он ушел в Ливерпуль, который стал обладателем Лиги Чемпионов, но это замечательно, просто подписание было. Он выиграл Лигу Чемпионов, очередную, первую с Баварии выигрывал. И Кучаев хорошую такую передачу отдает еще и на Козлова. И Кучаев забивает стоку, отлично, на выезде мы забиваем. Константин Кучаев забивает за голевой Андрея Козлова, где-то мы это уже сегодня видели. Ну, замечательно. Вот этот футбол мне прям нравится, контратака замечательная. Я не помню сейчас кто отдал вот эту хорошую передачу, чтобы забегал Козлов, но скорее всего и Кучаев отдал. Сам для себя в стеночку так сыграв с Козловым. Ну, супер. Еще и левой ногой в дальний от вратаря угол забивает Константин Кучаев. Девятый, если... Да, девятый гол Константин Кучаев в этом сезоне за Престон в Чемпионшипе. Но все-таки забивает. Сток тоже показывает свой характер. Вокс забивает. Сравнивает счет. Это 1-1. Для стока-то ничья как раз сейчас. Хороший результат, либо победы нам только нужно обыгрывать Сток Сити. Иначе нам пятой строчки не видать. Ну, а Волга забивает сейчас УНК футбол. 18-й. Лучший бомбардир. Догоняет нам, наверное, игрока из лица. Снова ничья у нас против Сток Сити. Сейчас просто невероятное. Я сейчас посмотрю, сколько сейвов сделал за этот матч Баттл. Он просто невероятно себя показал. Должен был лучше сейчас MVP матча. Хотя Константин Кучаев вроде когда лучший игрок. Но 7-1. 5 сейвов сделал Баттл. Просто невероятно. Посмотрите, сколько мы били. У нас каждый удар. И все. Сейвы. Баттландо. Первый удар вот залетел. Сами сейвы пошли. Так. Вся ответственность на мне, скажем. Престон не проигрывает. Хотя бы мы не проигрываем. Сильно 13 матчей уже подряд. Парни выложились. Но действительно мы первые все-таки забили. Хоть и не нулевая ничья. Ну и все. Смотрите, нас догнал уже снова Кардив. У нас отставание до стока 2 очка. А лидерства теперь у нас вообще никакого нет. У нас каждый матч теперь будет заново. Потому что сыграли ничью. Потеряли очки. Кардив нас нагнал. 60 очков и у них. Ну и осталось у нас получать с вами 4 матча. Милуэлл, Халл Сити, Уэст Брунвич и Фулхан. Ну вот против Милуэлл мы играем вторым составом, как я и сказал. Дальше мы уже будем там смотреть. Неделя пройдет. Поехали. Наш домашний матч против Милуэлл. Они идут намного ниже, чем мы. Должны побеждать. Расстановку вы знаете. Поехали. Итак, очередной матч у нас в чемпионате. Престон принимает Милуэлл. Сейчас для Престона, как не важна, поддержкой болельщиков. И своя действительно отдача нельзя проиграть. Потому что Кардив нас нагнал. У них тоже теперь, как и у нас, равенство очков. Но мы сейчас все равно выше, чем Кардив. Так что мы на шестой строчке. Не удалось нам выиграть борьбу за пятую. Мы все равно будем до конца бороться. Главное сейчас не потерять это лидерство. Хотя бы над Кардивом. Опа. А это пенальти. Это пенальти. Матвей зарабатывает его. Желтую карточку показывает. Мурай Уэллэйс. Ну и кто интерес сейчас у нас будет пробивать. К мячу подходит Скворцов. Но по пенальти лучше все-таки Матвей Мишин как раз. В команде сейчас во второй. У него лучшие пенальти. Давайте пробьем в девятку. В левую панинкой. Как я и показывал давно. Ну и супер. Матвей Мишин забивает с пенальти. 1-0. Пресс-то он выходит вперед. Сам Матвей заработал. Этот пенальт сам его и пробил. Панинкой в левый угол. Коронный просто мой удар. За всех абсолютно игроков получается. Голкипер туда чаще всего не достает. Ну и супер. Супер удар. Супер гол. Забивает Матвей. Сейчас узнаем какой для него это гол. Для него это первый. Поздравляем Матвея с дебютом. В голевой карьере. Один гол то он уж точно забил. Хорошую передачу отдает на Скворцова. Тот убегает. Сейчас получается у него уж точно убежать. Да и его валит сейчас. Оборона Милова. Снова пенальти. И снова Матвей сейчас будет пробивать. Потому что у него все-таки лучше показатель на один хотя бы. И снова мы сейчас пробьем Панинкой. И забивает дубль Матвей с пенальти 2-0. Все супер. Не надо, потому что нарушать против Прессона он забьет каждый свой пенальти. Панинкой в левый угол. Но сейчас голкипер все-таки угадал в какой угол будет пробивать. Но не угадал на какой высоте и какой техникой будет пробит. Супер. Замечательно забивает Матвей дубль с пенальти. Получится ли сейчас у него забить хэт-трик. Это вот интересно. Причем с пенальти. И забивает все-таки Милвелл. 2-1 делает. Это обидно, конечно. Контролировали мы всю игру. Вот единожды выход сейчас вперед от Милвелла. Это гол. Вот здесь куда-то побежал. Это Казанский. Потерял пространство. И Бен Томпсон забивает свой 10-й мяч в чемпионшипе. И пропускаем. Вот это камбэк от Милвелла на последних минутах. Они камбэча 2-2 делают. Просто что-то невероятное. Поплыл и Престон. 2-0 мы вели. Ну вот. Забивает Милвелл. Ну и здесь уже Кривохарченко ловят. Выносят мяч. И все. Обидная потеря очков против Милвелла. Сыграли с ними в ничью. Но это обидно. Хоть и дубль забил Матвей. И причем оба этих мяча с пенальти. Он становится лучшим игроком матча. Но обидно. Все все равно. Мидлсбро выигрывает Лутон 4-0. Сток выигрывает Коинс Парк Рейнджерс 3-0. И Кардив проигрывает 2-1 Вигану. Прекрасно сыграл. Действительно. 2 ничейных встречи мы сыграли. Это плохо. Причем оба матча забивные были. Мы естественно теперь вылетели. Из-за того, что Мидлсбро выиграли. На 1 очко мы теперь снова отстаем. Это вот обидно. Это обидно. Выигрывали по ходу матча. Сборная Китая предлагает стать тренером сборной. Мы отклоняем. Итак, давайте посмотрим. Сейчас у нас игра против Халл Сити. Потом у нас Уэст Бромвич и Фуллхам. Халл, Уэст Бромвич, Фуллхам. Халл, Уэст Бромвич, Фуллхам. Халл, Уэст Бромвич и Фуллхам. Ну что я могу сейчас сказать. У нас Фуллхам и Уэст Бромвич это лидеры. Халл идет там где-нибудь внизу наверное. Так что против Халла я наверное сыграю первым составом. Против Уэст Бромвич я сыграю вторым. И против Фуллхам я сыграю первым составом. Надеюсь, так будет логично. Тем более здесь мы сыграем вторым. Но там уже посмотрим. Играем первым составом против Халл-Сити. Бывшая команда Леонида Викторовича Слуцкого. Основку вы знаете. Поехали. Итак, домашний матч у нас. Мы снова вылетели из топ-6. Мидл сбору нас снова обогнал. Обидно, конечно, сыграв в ничу с Милуэлом. Хотя мы вели с счетом 2-0. Ну вот они добились своего. Ну что же. Престон Халл. Мы играем первым составом. Дальше у нас матчи против команд. Стоп-3, наверное, так лучше сказать. Третье и первое место будем. А это пенальти. Это пенальти сейчас. Главное забить. В прошлом матче мы забили 2 пенальти. Кто у нас сейчас будет бить? Пенальти лучше у Максима. Так что я надеюсь, он сейчас забьет Паненкой в левый наш верхний угол. Отлично. Паненка сработала и в третий раз. Максим забивает очередной свой гол с пенальти. Ну, что я могу поделать? Он забивает, потому что у него лучше. Вы видели, стоит у меня, что по умолчанию я должен бить пенальти. Но я все равно ставлю тех, у кого лучше. Это угадал лонг с уголом, куда я буду бить. Четвертый мяч забивает. Хорошо сейчас отдают еще вперед передачу на Кучаева. Кучаев. И Козлов забивает. 2-0. После этого забитого пенальти. Просто начал забивать. Отлично. Вот это прямо сейчас хорошо. Козлов забивает очередной свой гол. Меня прям радует. Не пожадничал еще и Кучаев. И левой ногой Козлова забивает. Супер. И это уже 13-й гол Андрея Козлова в чемпионшипе. И все. Уверенная победа Престона дома над Халом. 2-0. Гол Максима Мельникова с пенальти. И гол Андрея Козлова с голевой от Константина Кучаева. Лучшим становится Максим Мельникова. 8,5 у него оценка. Просто невероятный какой-то голкипер был в начале. Ну и давайте быстренько пробежимся. Карди выиграл сток. Это нам сейчас на руку. И Миддлсбро обыграл Барнсли с счетом 4-1. Так. Мы не проиграем уже 15 матчей. Это замечательно. Хал Сити. Мы все готовы к худшему скажем. Наслуга игроков. Все. На этом все самое важное мы сказали. И сейчас смотрим что у нас. Карди хоть и выиграл. Мы все равно на одну строчку. На одну очку больше чем у Карди. Карди. Карди молодцы что обыграли сток сити. У нас сейчас одну очку отставания до стока. То есть до пятой даже строчки уже 2 очка долиться. И сейчас мы еще посмотрим. Потому что у нас все таки сейчас Уэст Бромвич там дальше. И 14 очков до Фулхэма. 11 очков до Ноттингем Фореста. И 8 очков до Уэст Бромвича. То есть в топ-3 это уже тяжело попадать. А вот за топ-4 можно затянуться. Жамалегинов А70+. Замечательно. Он у нас вообще не выходит практически на замену. Это плохо. Ну и я сам себе говорю что я рад тому количеству времени. Я скажу что горшусь самим собой. Немного по чейс-вешному. Но да ладно. Игра у нас против Уэст Бромвича. Мы играть сейчас будем вторым составом. Но я все таки на матче выпущу на ворота. Все таки Довню, а не Кривохарченко. Не знаю. Какое-то недоверие все равно вызывает. Играем мы сразу. Команда Уэст Бромвича со второй строчки. Выпускаем Довню. Жамалегинов если что готовится здесь. Мы верим что он выйдет. В какой-то раз когда-нибудь. Но сегодня он должен. Если будем проигрывать. Поехали. Итак. Замечательный стадион Уэст Бромвича. Мы на Альбионе. Как и любят говорят комментаторы. Замечательный стадион. The Half Horns. И на какой строчке я уже забыл. На третьей строчке играет Уэст Бромвич. Мы встречаемся два матча подряд против лидеров. Уэст Бромвич и Фулхан. И все. Нулевая ничья против Уэст Бромвича на выезде. Это очень обидно. Хотя вроде мы их и обыгрывали. Но. Не получилось у нас ничего против них абсолютно создать. Кардив проиграл Ноттингему. А Хадроус Филд. С Брестелем сыграл в ничью. Например 1-1. Так. 16 матчей не проигрываем. Мы должны были действительно выигрывать. Все на этом мы сказали. Мы на седьмой строчке до сих пор. Но вот Миддлс Бро и Сток. Еще там матчи свои не сыграли. Но у нас все равно сейчас игра против Фулхама. Последняя в этом выпуске. Миддлс Бро вот потерял. Отличные очки. У нас сейчас с ними равенство. Петраков говорит, что в хорошей форме. Мы его и выпустим. Так. Здесь вроде все еще нормально. Ну все. Первым станом мы выходим в матч против Фулхама. Первая команда. В чемпионшипе сейчас. Мы их обыгрывали. Вроде как. Сейчас даже не вспомню. Но пробежаться по календарю стоит наверное. Дабы сказать, что мы их обыгрывали. Вот 1-0 дома. Ну и сейчас стоит тоже их обыграть. Очки нам очень нужны. И играем на Крэвинг Коттедж. На Коттедже играем. Поехали. Итак. Для нас это очень важный матч. Фулхам. Команда с первой строчки. Мы их обыгрывали. Один раз дома. С счетом 1-0. Теперь встречаемся на выезде. Но сейчас нам очень нужно брать 3 очка в этом матче. Потому что у нас равенство очков против 6-ой строчки. 65 у нас очков. Так же как и у Мидлсбру. Нам надо их обыгрывать наконец-то. И возвращаться в топ-6 чемпионшипа. И бороться за выход в премьер-лигу. Но для этого нам надо улучшать свою игру в нападении. В обороне-то неплохо мы играем. Полегче. Алло. И все-таки забивает Кристи. Фулхам выходит вперед. Мы не пропускали еще ни разу от Фулхама. Мы нас обыграли их все дома. 1-0 минимально. Но победили. Но забивает Кайрус Кристи. Наверное так. Второй гол свой в чемпионшипе. Ефремов. Ой-ой-ой. Что это вообще за передача-то сейчас была. Нервяк пошел у наших игроков. Фулхам тогда проиграл у нас 1-0. 3-0 обыграл Фулхам Престон. Это очень обидное поражение. Но все-таки это первая строчка в чемпионшипе. Сток Сити выиграл 2-1. Мидлс Боро сыграл в мячу 1-1. И Кардиф я не посмотрел как сыграли. Сейчас узнаем по крайней мере. Да. Первое наше поражение за 15 матчей. Обидно. Вот это самое обидное. Так. Петраков говорит, что ценит, что я выпускаю его. Заток, что выпускаю. Все равно не выиграем. Вяткин прокачался до 69-го рейтинга. Отлично. Ну что же, это уже будет в следующем выпуске. Матч против Виггана мы разберем. Сейчас я просто посмотрю, на какой мы строчке закончили. Ух, аж на восьмую мы отлетели после этого поражения. До, так сказать, топ-6 у нас всего лишь 1 очко. 5 очков лидерства над Шеффилдом. Но все равно это очень обидно. В отрыв большой пошел Фулхам. Ну и в Кубке Англии вот такие вот соперники в 1-й. Восьмой. Сон Гэмптон Тоттенхэм. Лестер. Кристал Пелос. Милвулл в Бирминге. Престон против Виггана. Дерби против Эвертона. Лидс против Вестхэма. Манчестер Сити Бёрнли. Челси в Вайкомбе. Также вот матчи вы видите. Лестер по пенальти прошел МЮ в переигровке. И Эвертон проходит в Уверхэмптон. Также и Вигган проходит Оксфорд. Так что мог Вигган вообще вылететь от Оксфорда. Но мы с ними будем играть. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр февральского выпуска, так сказать. Карьер за наш канал. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это же данный стрель, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok